Привет, наконец-то! Сегодня хорошая погода. Я сижу просто в кофточке. Но эта кофточка очень толстая, но всё равно очень жарко. Как только я начала снимать, столько людей на улице повылазило. Столько машин подъехало. Господи, что такое? Короче, сейчас я покажу, во что я одета. Точнее, то, что я вчера купила, и, собственно, в это я сегодня одета. Во-первых, это вот эта вот кофта. Чёрт. I'm so sorry. Такие ботинки. И джинсы. Самое интересное. Самое интересное то, что вчера я поняла, что теперь я ношу джинсы сорокового размера. То есть, вот если европейский размер, то сорок. Сорок два мне большие, сорок четыре вообще молчу. То есть, до беременности я носила сорок четыре. В основном. Бывало редко сорок два. Вот. А до беременности я реально носила сорок четыре. Сейчас я ношу сорок. И чувствую себя прекрасно. То есть, это самый... Ну, во многих магазинах это самый маленький размер. То есть, если я ещё похудею, мне надо идти в детский магазин. Не знаю. Я не уверена, что это правильно. Ну, в общем... Да. Привет всем. Сегодня очередной день, когда я иду в магазины. Потому что в прошлый раз я не успела купить всё, что мне нужно. И сегодня я снова иду в магазины оделать. Это штаны, которые я, кстати, купила в прошлый раз. Да. И я хочу сказать, что... Во-первых, не обращайте внимания на вот задний план. Хочу сказать, что посадка у этих штанов просто офигенная. Они прям идеально сидят. То есть, они вот везде, где надо, облегают. Нигде ничего не торчит. Это прям идеальные-идеальные штаны. Но больше этой же фирмы не было таких, ну, похожих штанов. И поэтому я их не купила. Но я считаю, что это лучшая покупка из всех, что у меня случилось в прошлый раз. Потому что, во-первых, она копеечная. Во-вторых, очень крутая. Я говорю очень красная. Супер красная, как ногти. Сегодняшний день прошел неплохо. Мы снова ходили по магазинам. Купили мало чего, но все же купили. Последние пару дней меня посещают мысли о том, что я хочу на своем канале иногда затрагивать какую-то тему психологии. Вот у меня в жизни очень мало подруг. Более того, раньше у меня их было мало, сейчас их в принципе нет. И моим лучшим другом остается для меня мама. И я с ней делюсь самыми сокровенными вещами. Но при этом все же это мама. И это мама. И мне иногда хочется как-то вот с кем-то другим пообщаться. И в моем случае, наверное, это будет телефон. И уже как бы посредством телефона я буду общаться с вами. Я очень-очень хочу иногда поговорить на какие-то темы, например, о семье, о материнстве, об отношениях в семье, о жизни вообще. В общем, миллион всяких разных тем. Я очень-очень иногда хочу что-то сказать. И у меня про язык чешется. И вот мне бы хотелось, чтобы в тот момент, когда мне чешется язык, я брала телефон, снимала, что-то и говорила. Потому что мне это нужно, если честно. У меня сейчас в жизни происходит масса, масса просто интересных событий, хороших, плохих, которые случаются со мной впервые. И, соответственно, мне хочется об этом с кем-то поделиться. Но я не могу об этом рассказать маме, потому что мама непосредственный участник этих событий. И поэтому, да, я бы очень сильно хотела с вами как-то вот делиться своими мыслями. Пожалуйста, напишите, что вы думаете об этом.